Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Вот оно. Попробуем его загрузить и... Алло, ага, вовсю. Все вроде бы грузится. Ну окей. Окей, окей. Окей. Занесите 10 существ в бестиарий. Вот такое вот у нас задание. Игрушка, кстати, вообще не оптимизирована, а тормозит жестко. Я знаете, куда хочу пойти? Вот же на карте нельзя понять, кто вот это такой. То есть вот карта местности и все. Ну ладно, давайте зайдем сюда. Вот что это за здание? Почему не пишут? Знаток боя кинжала. Так, а ты что можешь? Слухи, ты что можешь? Нанять повар. О, я хочу, кстати говоря, с тобой припасы хочу купить. Купить 6 за 60. Покупаем. О, теперь у меня 6 единиц припасов. Замечательно. Так, знаток боя кинжалом я не хочу. Мне знаете, что надо? С тобой нельзя поговорить? Нет, нельзя. Я вот помню, да, вот там вот. Блин, пипец. Как они так сделали? И по-любому это будет переделано, мне так кажется. Уж и пошаговая такая система, она мне неудобна. Ну, раньше, Майкеннаджик, можно было идти в таком нормальном. Ну, так вот, обучение знаток стрельбы из лука. Хм. Знаток. Что-то мы не можем получить этот навык. А что вот это вот вообще? А-а-а-а. Подождите, вот это что висит? У этого персонажа есть нераспределенные очки навыков. Так, это у нас маг. Усиление магии. Что оно дает? Непонятно, но... А, вот. Положается вероятность критического удара. Ого, как мало. Так, мы, наверное, магию огня вкачаем. Потому что она нам... А вот это магия чего? Доспехи. Похоже на магию воздуха. Ну да, это воды. Вот, непонятно чего. А ну-ка, заклинание. Да, окей. Блин, как понять? Это что такое? Вот это. Так, ну это, походу, изначальная магия огня. Вода. Земля. Воздух. А, нет, в воздухе только... О, свет. Вот мы будем качать огонь и свет. По-любому, в светлой магии будет всякие лечения, там, прочая фигня, там, воскрешение, неуязвимости всякие. Короче, одно очко на этот и одно очко на огонь. Все, вот так вот. Вон тут оружие, всякие есть навыки. Все, круто. Это что такое? Разносторонние навыки, магические навыки. Все навыки. Ага. Вот. Короче, вот так вот мы вкачали его, все, закрываем. Да, сохранить. Теперь ты. Теперь ты. Тебе нужно чисто стрельбу из лука прокачивать. Все, красавчик. Это что такое? Бонус к рангу знаток. Бонус к рангу мастер. Может, теперь он сможет выучить. Так, ты у нас, ты у нас щит и чё, чё, чё ты экипирован. А ну-ка, я забыл, я забыл, я забыл. Чё у тебя в руке? Топор, да? Значит, ты у нас со щитом и топором. Непонятно, почему нельзя одеть доспех ему тяжелый. Требуется навык ношения тяжелых доспехов. О! Я взял ему ношение тяжелых доспехов, взял ему щит и топор ему прокачаю. Вот, всё. Теперь, по идее, по идее, мы должны будем, у нас должно получиться, одеть ему... О, да! Одели танку эту штуку. То есть, всё. А чё эту не можем одеть? А, потому что её распознать надо. Ну, ладно. Сейчас, кстати, распознавать, по-моему, в церкви вещи можно. Так, ты у нас кто? Ты у нас двуручное оружие, да? И тоже тяжелые доспехи, наверное, тебе надо взять. Так, значит, берём... Вот, двуручное оружие ему качаем. Вот, и пусть ходит с булавой двуручным. Да, с булавой пусть ходит. И ношение... Так... Бой двумя... А почему нельзя ему... Почему ему нельзя тяжелые доспехи тоже? Непонятно. Ну ладно, давайте ему средние, тогда, доспехи, что ли, возьмём. Такой орк у нас... Хотя орк вообще в тяжелых должен бы ходить. Ну ладно, хорошо. Пусть будет в средних. Видимо, я как-то его неправильно там выбрал. Так вот, теперь, интересно, теперь я смогу знатока лука-то взять? Ну-ка, знаток стрельбы из лука. Нет, не могу. Видимо, там вот был такой... Вот булава, например. Нет. Ничего мы не можем выучить. Ничего мы не можем выучить. Ладно. Так, пойдёмте сейчас в церковь. Попробуем распознать там предметы, которые нам выдали. Если это, конечно, в церкви делается. Ну, по-моему, в церкви. Ух ты, тут какой ангел сидит. Это ты, что ли? Непонятно, кто. Так, услуги. Обучение знаток магии света. По-любому выучим слухи услуги. Восстановление, вылечиться и воскрешение. Блин, не, это мне не нравится. А ты чё можешь? О, задание грабителей. Чё за задание? Я приехала из Уатклифа. Меня прислали власти герцогства Единорога, чтобы расследовать серию грабежей на главной дороге, соединяющей Карпаль и Империю. Мне кажется, я знаю, где находится логово грабителей. Мне нужны жеребцы, чтобы привлечь их к ответственности. Храбрецы, блин, жеребцы, жесть. Что я прочитал? Ну, я в хорошем смысле не имел в виду лошадей. Вот, ничего не подумайте. Так, ладно. Чтобы привлечь их к ответственности и вернуть украденный предмет, который сейчас находится в логове. Да, я хочу подраться с грабителями. Так, слухи меня не интересуют. И чё, и нельзя никак... А где же распознавать-то предметы? Вот, блин. А может, кузнец их может распознать? Так, а где кузнец? Кузнец, кажется, был где-то в начале города. Вот, где-то... Где-то он... Так, подождите. Не, не тут. Так, подождите, подождите. Это... Ой, тут ещё вот... Куда-то дорожка идёт. Хм... Ну нет. Здесь мы определённо не ходили. Мы... Во! Вот это, по-моему, кузнец. Только, наверное, ночью его... А ну-ка... А, хотя нет, кузнец, походу, и ночью работает. О! Осмотреть товары. А, нет. Репейр. Давайте починим. Нет сломанных вещей. Осмотреть товары, осмотреть товары. А! Я что, продал её? Правый клик, продать. Мне распознать её надо. Так, ладно. Копьё тоже продадим. Дубину оставим себе. Эта штука, по-моему, мне тоже не нужна. Да, всё остальное оставим. Блин, так как мне... О, жесть. Жесть, 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 жесть. Жесть. Блин, чё-то я, короче, вообще... О, кстати, мои спутники уже подустали. Блин, надо бы отдохнуть. Так, это же вот это у нас таверна. Так, услуги. Отдохнуть. Давай, 8 часов 20 золотых. Дорого, конечно, ну чё поделать. Блин, так как распознавать... Распознавать вещи. А ну-ка, в журнале ничего об этом не написано. Грабители, бестиарий, сведения. Кодекс Искателей Приключений. Правила мёртвым вещи не нужны. Так, ну это, я думаю, не совсем то. Морские песни. Так, ладно, ладно. Короче, ребята, пойдём в казарму. Вот так вот я решил. В ту казарму, где сидел наш этот... Командир тут здешний. Который нам там что-то говорил. Он нам задание следующее выдаст. Да, конечно, пошаговая игрушка. Как-то она сделана странноватно. Да, Максим, да, что вам нужно? Обучение, слухи, задание нужно. Вы неплохо справились с пауками. Я дам вам новое здание, если вы считаете, что справитесь с ним. На юге от Сарпигаря есть старый маяк. Оставшийся ещё от империи Шантири. Несколько дней назад на маяке погас огонь. А я как раз получил сведение, что рядом с маяком видели нагов. Ух ты, наги! Я ничего не имею против змеиного народа. Но несколько лет назад на полуострове появилась банда сумасшедших нагов. Они называют себя культом затопляющей. Культом затопляющей. И захват маяка это вполне в их духе. Я хочу, чтобы вы отправились к маяку и узнали, в чём дело. И если выяснится, что видовато эти любители топить, разберитесь с ними. Да и если получится, постарайтесь снова зажечь огонь. Так. Ну что ж, Максим. Попробуем. Так куда нам надо тойти, блин, а? Теперь вопрос. Вот так ты с нами тут, значит, тусуешься. Открыть дневник. Грабители. Погасший магат... Погасший маг... Вы знаете, что наги делают? Описание. К югу от Сарпигаля находится старый маяк. Так, давайте откроем, наверное, карту. Основные задания, побочные задания, текущие задания. Не, мне нужно... Погасший маяк. Так. Блин, ладно. Непонятно. Ну к югу. Нам сказали к югу. Вот мы сейчас тут где? Вот если это вот это, Сарпигаля, то значит, куда-то вниз надо идти. То есть сюда, к югу. Соответственно, если мы здесь, нам надо куда-то сюда идти. К югу. Вот. То есть север вверху, юг внизу. Ладно, пойдемте. Пойдемте туда. Пойдемте вниз. А где вообще тут выход из города или еще что-то такое? Вот тут вот что такое? Блин, ну тут какие-то тупики. О, лошадь. Можно ее угнать? Что, нельзя? Очень жаль, что нельзя. О, ворота, ворота, стопудняк. Начинается новый день. Машины туда-сюда. Я там вижу сундук. Так, сундук, сундук. А я в нем не был еще? Не, не был. Факелы золота. Возьмем все. Я надеюсь, нам тут воровство не припишут. Поговорить. Слухи, слухи. Так, это просто обычный мирный житель. Он не мафия. Так что он нам ничего не скажет. Так, ладно, пойдемте. О, совершить действия. Вот тут там и... Кстати, кажется, за водой скалой я видел маяк. За водой скалой я видел маяк. Давайте выйдем на улицу. Посмотрим, что нас тут будет ждать. Что нас ждет. Осмотримся на улице. Агун Пемен Сула. Рассказчик. Они уже совершили свои первые подвиги. Оставили за спиной уютный Сарпигаль и отправились в путешествие по полуострову Эгин. Их сердца трепетали в предвкушении богатства и приключений. Их ждали невероятные приключения, трудные задания и многочисленные сражения. Смогут ли они все преодолеть и выйти победителями? Только время знает ответ на этот вопрос. Вот так вот. Ну, давайте осмотримся. Ну, в общем, вышли. Маяк, он кажется, за вот этой вот горой. Сейчас я посмотрю. А, не. Или да. Чего-то я тут маяка особо не наблюдаю. Никак, ни разу. Непонятно. Ну, непонятно же. Так, тут ничего нельзя подобрать. Ничего нельзя. Очень жаль. Ладно. Думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.